Владимир Владимирович, сегодня на базе спортивного комплекса «Спартак» в клубе «Файтмастерс» прошла конференция, посвященная итогам 2021 года. Ну, даю вам слово, вкратце расскажите про что, ну, какие были итоги, да, и что самое главное присутствовал из Федерации Восточного Боевого Единоборства ДНР. Ну, правильно было отмечено, что закончилась конференция, мы ее провели, это плановая конференция по итогам предыдущего года, по итогам выступления наших спортсменов, по итогам работы тренеров, по участию клубов, городов, которые работают с Федерацией. И эти итоги были подведены, и результат нашей работы был отмечен всеми, и мной, прежде всего, как докладчиком, как не просто положительный, а как отличный. В этом году у нас рекордное достижение, которое за весь период существования ДНР и наших выступлений на международных соревнованиях, а это прежде всего соревнования Российской Федерации, притом мы брали в расчет и делали анализ только по очень крупным мероприятиям, это чемпионаты, кубки, первенства Российской Федерации и всероссийские соревнования. А также уже вторая ступень, это Южный и Северокавказский федеральный округ, где мы также участвуем в нашей сборной. И было отмечено мной как докладчиком и подтверждено всеми участниками, а это представители городов Макеевка, 5 клубов ДЮС США, номер 3 Макеевки. Это комплексная детско-юношеская спортивная школа, которая республиканского уровня, которая представлена как в Донецке, так и в Горловке. Это представлено клубом и ДЮС США города Тореза, это наши организации. Также в Донецке клубами, их 4 клуба, которые в Донецке представляют нашу федерацию, представители этих организаций собрались, заслушали доклад. И в этом докладе было отмечено следующее, что, как я уже сказал, у нас достижения в этом году самые, скажем, внушительные за весь период существования ДНР и наше участие. Это 5 золотых медалей, 2 серебряные и 10 бронзовых на Кубке и Переинстве Российской Федерации, который проводился в Московской области в городе Видное. Там принимали участие 38 субъектов Российской Федерации от Дальнего Востока и Камчатки до Южного федерального округа, Ямало-Ненецкого федерального округа и так далее. То есть практически вся география России была представлена. Все регионы, да. И тот факт, что мы из 38 команд, которые там участвовали, разделили 10-11 место со сборной командой Владимирской области и вошли, можно сказать, в десятку сильнейших команд Российской Федерации по результатам соревнований. Это огромное достижение, я считаю. И это итог прошедших лет, получения нами опыта. Были отмечены все тренеры и те, кто больших результатов достиг, спортсмены которых больших результатов достигли и те, у кого более скромные результаты. Но мы считаем, что все внесли вклад и без участия каждого из наших тренеров этот результат не мог бы состояться. Поэтому всех тренеров отметили, поблагодарили всех тренеров, подвели итоги, наметили планы на следующий год. Следующий год у нас активный. У нас вот весной уже будут первые соревнования. Это чемпионат и первенство Российской Федерации, которые пройдут в Московской области. Дальше у нас будут в Рязани всероссийские соревнования. Потом в конце года будет кубок, до этого будут сборы. Плюс мы планируем, что если состоятся соревнования европейские и всемирные, в которых будет участвовать сборная России, то у нас есть шанс, что несколько наших спортсменов могут попасть в состав сборной. И мы думаем, что они не просто туда попадут, они еще с успехом выступят. Так как однажды это уже было, вернее два раза. Мы в составе за эти годы выступали в составе российской сборной. И у нас достижения, все наши участники получили медали. Притом среди них две золотые медали и серебряная и бронзовая. Это очень серьезно. То есть, как я понимаю, основная цель на 2022 год, это стоит, чтобы наши спортсмены, спортсмены Донецкой Народной Республики попали в состав сборной Российской Федерации. Я так понимаю? Да, именно так. То есть, мы ставим таким образом вопрос. Естественно, раньше это было сложнее значительно, потому что мы не были гражданами Российской Федерации. А сейчас у нас есть возможность, и все, кто претендует на это, эту возможность реализовывают. Это получение гражданства Российской Федерации, получение паспортов, и загранпаспортов, и паспортов граждан Российской Федерации. Это открывает возможность и включения нас в сборную, и включения нас в состав сборной для поездки на международные соревнования. И хотелось бы отметить, что вот это все, о чем я сказал, все наши достижения последние годы, это в условиях пандемии. И многие организации вообще потеряли темп, не работали. Мы не пропустили ни одного мероприятия, мы работали, мы практически каждый месяц проводили подготовку наших спортсменов к соревнованиям, которые в России проводятся, и будем заниматься этими дальше. По итогам 2021 года сколько в сумме было завоевано Федерацией медалей? Во-первых, у нас было 980, если я не ошибаюсь, медалей разыграно внутри республики, это в тех мероприятиях, которые мы проводили здесь. А всего было завоевано около двух десятков медалей, это золотых и серебряных, и больше трех десятков бронзовых медалей. А последние соревнования, это 5 золотых, 2 серебряных, 10 бронзовых, как я уже сказал, но это лучшее достижение пока. Если учесть, что состав нашей сборной не маленький, естественно, но и небольшой, то это достижение... Вот мы выезжали, у нас было меньше 20 спортсменов на последних соревнованиях. И получается, что 17 медалей, среди них 5 золотых, это, по-моему, очень здорово. Это показатель, ну, скажем так, производительности труда наших спортсменов. Основная цель в наступившем году, в 2022, это попадание в сборную команду Российской Федерации, выступление в составе этой сборной на международных соревнованиях. И не просто нам выступить, а мы хотим, мы претендуем на призовые места на самых высоких аренах спортивных. Кроме того, наша сборная будет участвовать и, я надеюсь, подтвердит те результаты, которые уже достигнуты в России и на чемпионате, и на кубке, и на всероссийских соревнованиях.